Добрый вечер. Выхожу с аккаунта штаба блокады. Мой аккаунт сейчас заблокирован, его взломали в пятницу, поэтому я временно буду писать и запускать видео со штаба блокады. У меня есть второй аккаунт Семен Семенченко, можете поискать в сети, буду также говорить оттуда. По сегодняшнему событиям Порошенко, Гулценко и все люди, называющие себя властью, нас очень долго убеждали, что протестующие на Грушевского связаны с Курченко, совершили массу преступлений и брали на себя обязанность это доказать. Они этого не сделали в суде, они почему-то забыли, что только что обвиняли людей в тяжких преступлениях и просто выкрали сегодня Саакашвили и выслали в Польшу. Причем, по моим данным, похищение проводилось сотрудниками Государственной службы охраны, которые не имеют права подобные вещи делать. Это не первое уже преступление, они это уже делали, когда Ванон Дерадзе похищали, когда наших других хлопцев похищали. Это означает, что Порошенко просто пытается создать из Украины Сомали. Точно так же, как в Африке отсталые африканские президенты или царьки, они своей охраной решают все вопросы. И у нас то же самое происходит. Начальник личная охрана у него возит деньги, в БОУ их депутатам подкупает их. Охрана занимается вот такими щекотливыми вопросами. Я абсолютно уверен, что украинцам нужно рассматривать эту ситуацию не так, как им все массовые информации пытаются преподнести. Одни будут скажут, да, вот Саакашвили пострадал, другие скажут, ха-ха-ха, там, грузин. Подумайте, что могут сделать с вами, если вот так поступают с президентом Грузии. Просто подумайте, чего стоят гарантии данной конституции на свободу передвижения, на право на доступ к суду и прочее, прочее. Давайте теперь по делу. 18 числа мы с вами встречаемся на Майдане. Я говорю прежде всего свободным людям. Я не говорю тем, кто пытается свой страх оправдать теми сказками, которыми услужливые прогласные блогеры или так званые лидеры мнений, сейчас вам подсказываю, с телеэкрана. Это оправдание слабости. Мы с вами выходим не за Саакашвили, не за Рухновых Сил, не за Семенщика, не за Соболева, вообще ни за кого. Мы выходим за тех хлопцев и девчат, которые погибали на Майдане в рядах Небесной Сотни. Мы выходим за тех, кто погибал на фронте. У нас сегодня тоже потери. Ветераны Донбасса, которые служили после Донбасса, перешли в 16 батальон, сегодня один двухсотый, один трехсотый. Погиб в бою, второй ранен. И не только у нас, и не только сегодня, и не только в этом году, и не только в эти два года. За всех тех, кто погиб, защищая страну. Не Малороссию, не Сомали, которая пытается сделать Порошенко, а Украина, где закон по надусе, где каждый человек имеет право на протесты, где вор сидит в тюрьме, а не рассказывает нам, телевизору, как нужно жить. Мы выходим за себя и своих детей. Поэтому выключите телевизор, отключите Фейсбук, а в воскресенье давайте вместе встретимся на Майдане. Мы выходим, отстаивая за свое право жить в свободной стране. Право, чтобы нас уважали, не вытирали об нас ноги. Тем, кому нравится быть людьми, об которых топчутся, а потом развлекают низкопробным юмором по телевизору. Я сейчас не обращаюсь. Я сейчас говорю не как депутат, я говорю как гражданин. Мы с нашими хлопцами будем. Мы не отступим. Они могут попытаться украсть кого угодно, убить кого угодно. Мы будем бороться. И все те, кто хочет стать с нами рядом, имеют такую возможность. Слава Украине!